Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, сегодня опять будет мук-бам-мук, и у нас вот такая вот красная лапша, аж пар, настолько она горячая. Лапшу я готовила сама. Прикольно, да, получилось? Мне кажется, очень интересно. Хотела что-то, знаете, такое креативное приготовить. Подумала, почему бы нет. Очень вкусно. Когда я покупала эту лапшу, зашла в супермаркет. Смотрите, даже какой оттенок дает лапша. Когда я покупала эту лапшу, я зашла в супермаркет, и мне на входе охранник сказал, что... Сумочку, которая у меня в руках, мне необходимо положить в ящик. Я сказала, что у меня маленькая сумка, и там кошелек. Он сказал, что возьми кошелек с собой, а сумку оставь. Знаете, люди заходят с огромными баулами и ничего не говорят. А ко мне он как будто прицепился. Я сказала, что в сумке у меня очень ценные вещи, и оставлять ее я не собираюсь. Обычно я стараюсь не хамить. Стараюсь очень культурно. Здесь тоже я даже не хамила. Я просто сказала, что у меня в сумке ценные вещи. В эту малипусинку и сумочку не поместится ничего из этого супермаркета, разве что жвачка. Но жвачка также может поместиться и в карман моих брюк, так что лучше, может, я разденусь и зайду. В общем, до меня это немножко не доходит. Недавно была такая ситуация. Это с моим папой. Папа оставил свой пакет в камере хранения и зашел в супермаркет. Недолго походил там, а когда вернулся, обнаружил, что нету его клади вообще. Нету его пакета там. И когда он попросил администратора супермаркета показать хотя бы на видео, кто взял этот его пакет. Они сказали, что камера эту сторону не снимает. То есть они защищают себя от воров. А если у нас кто-то что-то украдет, кто будет нести за это ответственность? То есть получается, когда мы оставляем в этих контейнерах, если что-то у нас пропадет, это чисто наши проблемы. Так у папы, знаете, чисто супер что-то, знаете, ценное не пропало, но все равно неприятно. То есть в этой сумке были его вещи, ну точнее в пакете там был его стакан и так далее. Все равно неприятно. И никто не несет ответственность за это. Очень интересно, да? Типа идите и пишите заявление о краже. Все. Как вкусно. Прям нереально вкусно. Также я еще сегодня зашла на работу к себе. Точнее на бывшую мою работу. Я была в шоке нашего коллегу. Почти посадили его, уволили. Он давал типа кредиты людям, которые изначально не планировали их выплачивать и так далее. Проводил какие-то махинации. Вообще жизнь такая штука. Я считаю, что жизнь одна и не стоит нарушать закон. Вообще. Я этого очень сильно боюсь. Я всегда боюсь, что меня посадят. Даже вот что касается с налоговой. Я когда звонила в налоговую 196, мне говорили, что я должна платить 2%. А в другом месте мне сказали, что я должна 5% платить. Так вот, я сходила, написала письмо, что пожалуйста, сделайте мне так, чтобы я платила 5%. Потому что, если я платила 2%, а надо было платить 5%, то меня могут как-то оштрафовать. А если я платила 5%, а надо было 2%, то никаких проблем не будет. Поэтому я решила лучше уж больше, но у меня не будут проблемы. Я всегда общий такой человек. Я элементарно. Вот можно перейти дорогу правильно, а через 100 метров переход. Я обязательно пройду эти 100 метров и через переход. Нет, конечно, всякое в жизни бывает, но мы должны сами себя остерегать. Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится. Может, ты даже будешь на правильном месте переходить дорогу, а там какой-то ненормальный собьет тебя. Поэтому даже здесь не столь важны правила дорожного движения, просто нужно по ситуации смотреть. Я не понимаю людей, которые говорят, я хочу прыгнуть с парашюта, мне не хватает экстрима, гоняют на тачках. Честно, я вообще не такой человек. И так есть куча болезней, куча всяких ситуаций, которые не зависят от нас. А то, что зависит от нас, нужно стараться беречь себя. Ой, как это все выглядит красиво. Вчера сняла для вас АСМР-видео. И, блин, как мне не нравится это видео. Я сегодня должна уже его выкладывать. Я обещала вчера АСМР-видео. АСМР. Блин, я привыкла как-то так неправильно говорить, меня все исправляют, но это не становится мне уроком. Обожаю такие консервированные помидорки. Я их вот так прям кушаю. И зеленые салфеточки. У меня сегодня все разноцветное. Сосиски нереально просто вкусные. Очень вкусные. Обожаю. Очень голодная. Даже пить не хочется. Я, кстати, взяла воду. Даже не взяла. Давайте еще поотвечаем на вопросы, которые вы мне задаете в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в инфобоксе. Также обязательно напишу где-нибудь вот здесь. Хочешь школу? Если честно, вообще не хочу. Я не скучаю по школьным годам. Я вам это много раз говорила. Школа это не мое, коротко говоря. Давайте попробуем с моим любимым сырным соусом. Не знаю, как будет. Вкусно или нет. Я все ем с сырным соусом. Следующий вопрос. Могла бы ли забросить свой канал, когда на нем будет миллион подписчиков? Я не знаю, что будет через год, через два. Будет ли у меня вообще когда-нибудь миллион подписчиков? Но одно я знаю точно. Всю жизнь прям вести свой канал я не буду. То есть это какое-то хобби, которое длится какой-то период. Например, может быть есть люди, которые не могут продвинуться вперед из-за того, что уже есть такие мукбанкеры, как, например, Верняя, Паяя. То есть они тоже, может, снимают мукбанки, но у них это не прет. Просто потому, что в рекомендованных сразу выходим мы. Наверное, когда-то нужно будет давать дорогу новичкам и отходить в сторону. Я считаю, что я тоже когда-нибудь так сделаю. Когда я пойму, что это уже не мое. Я уже не хочу этим заниматься. Вообще, до того, как у меня был свой канал, я особо, знаете, в Инстаграме фотки не ставила. То есть я была не активный пользователь Инстаграма. Точнее, я лайкала других, но сама не особо истории и все такое. Нереальная просто вкусняшка. А совет тем, кто хочет начать вести свой канал, но не знает, например, с чего начать, пойдет, не пойдет. Насколько бы рынок не был перенасыщен. То есть действительно сейчас на Ютубе прорваться очень тяжело. Если у вас получится создать что-то свое, что-то более интересное. То шансы, конечно же, есть. Дальше читаю вопросы. Здесь очень много девочек, которые просят передать приветы. Девчонки, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Просто дело в том, что если кому-то одному я передам привет, всем остальным будет обидно. И все начнут мне писать, что передай, пожалуйста, привет. И в конце видео просто превратится в видео с передаванием приветов. А это никому не будет интересно. Мне, в принципе, не сложно в прямом эфире. Я стараюсь всем, кто просит, передавать приветы. Следующий вопрос. Что ты знаешь о бедности? На самом деле у нас в семье были времена, когда мы жили очень-очень бедно. То есть я не могу сказать, что я ребенок, который вырос всегда. Жить в шикарной квартире, в роскоши. У меня всегда был последний айфон. И так далее, если я это скажу, это будет неправда. Но я не обвиняю в этом своих родителей. Родители делали все, что они могут. И непонятно, смогу ли я отдать те же лишние условия своим детям, о которых они, например, мечтают. Поэтому никогда не обвиняйте родителей. Родители делают все, что они могут. Последние несколько штучек. И все. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас очень сильно люблю. С вами Блайка Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok